Продолжение следует... 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 Он снесен. А здесь очень много погребено. Не только были монахи погребены. Здесь во времена нашествия польской интервенции, когда был Лжедимитрий, сюда закрылись монастырь жителей Боровска, спасаясь от них. Крепкая была оборона, и никто не мог. Но говорят, что якобы было здесь предательство. Открыли проломные ворота, ворвались сюда и порубили всех, кто здесь находился, ни щадя ни стариков, ни детей, ни всех. И дружина князя Михаила, значит, здесь они все погребены. Вот молятся в синодиках и за каждым богослужением о епископе Алексее с братьей и о князе Михаила с дружиной, и всех тех, кто здесь был погребен. Монастр. Что такое монастырь? Монус один, астрозвезда, одинокая звезда. Человек, который, может быть, не нашел в жизни. Своей ниши, что ли, будем говорить, да. Был не понят обществом или кеми там. Вот он уходил, уединялся и наедине с Богом, с своими единомышленниками по духу, как бы, создавались такие общины. Вот Фиваидская пустыня в Египте, куда Антоний, Макарий, Паисий, Ануфрий. Эрданская пустыня, Герасим, Георгий, Хазевит, Савва. Вот они создавали лавры, создавали оплот для укрепления православия. В народе так еще говорят. Женивайся, печется, как угодите жене. А не женивайся, печется, как угодите Господу. Потому что мирское попечение, оно как бы заставляет более пищись о насущном хлебе. А монах, он как бы уподобляется птицей небесной, о которой Господь в Священном Писании говорит. Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут и не пашут, а Отец Небесный их питает. Вот так монахи молились, и мир их не оставлял. Вот у нас по России основоположник нашего монашества Антоний и Феодосий Печерский, которые создали лавру Киево-Печерскую, где тоже мощи нетленные почивают угодников Божьих, которые положили молитвенные подвиги в основание и образование русского, нашего государства, России, становление русского народа. Они принесли этот свет с Афона, с горы Афонской. Паисий Величковский, создатель лавры немецкой, Кицкан, Молдавия, Румыния. Вот. И его подвижники, которые вышли из лавры тоже, созерцательной жизни, которые жили, и сихасты, так будем говорить. Те люди, которые видели нетварный свет через свои подвиги, через вот пощение, через... А у нас преподобный Сергий, Авва, земли русской, который в свое время собрал разразненное княжество воедино, да, под эгидой Дмитрия Донского, под эгидой святыжего начальной Троицы, и все то иго, которое тяготело над российской, над русской землею. Более трехсот лет. Вот. Монахи, которые участвовали в Куликовской битве, ослябе, пересвет, схимонахи, да. Они первые запечатлели кровью своей то великое возрождение русской нации, да, объединение России воедино, да. И потом уже от лавры Сергиевой полетели птенцы, как орлята из гнезда, да. Свет живоначальной Троицы распространился во многие концы. Монастыри были одновременно оплотом державы, куда могли в свое время укрыться от набегов кочевников и иных захватчиков. Это были светочи и маяки, на которые шли люди, заблудившиеся в этой мирской жизни. Одинокая звезда. Вот туда приходили люди, которые отрекались от мира. Живя одним уставом, исполняя каноны, монашеские обеты, своей молитвой подвигали людей к благочестию. Человек нигде не мог найти успокоения в мире всем, да. Некоторым претило богатство, претило власть. И они оставляли мир и уходили в монастырь. Другие, разочаруясь в семейной жизни или еще что-то такое, были обмануты в своих надеждах, в чаянии любви, не найдя этой любви среди ближних, уходили в монастырь. Я учился в медицинском институте, дружил с девушкой своей, надеялся, что она будет моей будущей супругой. Да. Ну, вот она за мной следила, потому что мы были медики. А в то время, вы знаете, не позволялось ничего такого, чтобы криминальные какие-то там были аборты или что такое. Вот, и поэтому у нас ничего не было в отношениях, кроме чистоты. Вот. Хранили друг друга, и потом, послевоенное время. Жить негде было. Общежитие это было как бы ради койки. Надо было и работать, надо было и все это. Себе во всем урезать. А я вырос в семье такой, как бы сказать, христианской. У меня бабушка моя была, она схимонахиня, Михаила. Она мне всегда говорила, что без Бога не до порога. Трудно тебе будет, внучек, иди всегда к храму, иди к Богу. И Бог тебя не оставит никогда. Вот, и так, в Смоленске собор, огромный, величественный собор, который как орел парит над городом. И в то время, конечно, люди, боящиеся потерять свое, как бы, положение, статус, только могли тайком приходить, где-то принести молитву. Вот, и я ходил, и никто меня там не замечал. Почему? Потому что молодежь не ходила в храмы тогда. Боялись. Потому что увидят, значит, сообщат и доложат куда-то. Так, ходил, прислуживал в храме. Конечно, от девушки своей я скрывал это свое, свои убеждения. Вот, и не принято было об этом говорить. Она за мной следила. И вот она меня выследила. Она думала, что я где-то скрываю, значит, я имею с кем-то какие-то отношения, раз я с ней ничего не позволяю. Естественно, ревность, это ее побудило за мной проследить. Она проследила меня, увидала меня в храме. И доложила в ректорат об этом. Она думала этим привязать меня к себе, понимаете. А там началась форменная травля. Я был вынужден уйти. И пришел к отцу Илариону Рыбарю. Вот я его не знал до этого. Но пришел к его калитке. Он приехал в город Козлов к своей сестре, монахине Анне. И я пришел к их калитке и попросил воды попить. Конечно, открыли калитку, меня приняли, обласкали меня. И первый вопрос, который задал мне батюшка, и говорит, ты поедешь со мной в Закарпатье? И вот огорченный этим предательством, может быть, обиженный на всех за то, что как бы изгоем являлся. И я согласился с ним поехать. Я поехал, и он меня привез в монастырь Флора и Лавра, в Закарпатье, в село Дубовое. Да, в Закарпатской области. Там был архимандрит Ювеналий, наместник. А приграничная зона была, там проверяли, ходили тогда. Меня ввели в реестровые книги под другим именем, под другой фамилией, значит, все. А меня искали потом. Находился в союзном розыске. Нигде не отбыл человек, и не стал человек. Вот. Но потом меня по стечении пятилетнего возраста меня постригли, иночество. Вот. Имя переменили. Было. Выночество Петр. Вот. Потом ухаживало за батюшкой, за отцом Миларионом. Он в ссылке пробыл. Одиннадцать лет. Вот он рассказывал, что в праздничные дни, когда они отказывались работать, их просто в реку загоняли и держали под прицелом. Вот они стояли и молились. И, конечно, согревал дух их святой. Потому что в ледяной воде стоять так невозможно. Конечно, он заработал ревматизм, там, и все было такое. У него изменения суставов было страшное все. В последнее время такое гангренозные ноги были. Ну, у меня как бы навыки были медицинские. Так что я что-то ему помогал. Где-то облегчало его болезни. Вот. Был келеником к нему приставленный. И так вот смотрел на его доброту к людям. Как он людей принимал. Как он людей видел. Как он знал. Вот. Все это как бы собирал по крупицам в свою сокровищницу душевную. Ну, вот. А потом, когда монастырь закрыли, нас разогнали при Хрущеве. Ну, конечно, вынужден был обратно вернуться на родину. Вот. На родину я вернулся. Надо было выправлять документы, конечно, все. Все равно надо было идти к властям на поклон. Мне сразу, уполномоченные, такое было заявление сделано. Да. Вы хотите, мы вас восстановим обратно. Вот. Только не идите в церковь. Я говорю, нет, теперь уже у меня халат не белый, а черный. Как это так? Вот вы решили променять белый халат советского, значит, врача на черный халат попа, как они называли. Ну, вот, попа, это было у них оскорбительным словом, да. Вот. На черном не видно никаких пятен. Черное есть черное, лишь бы душа была светлая. Вот. Ну, выправил документы. И тогда был управляющий Смоленской епархией, епископ Гедеон Докукин. Вот. Пришел к нему в собор, конечно. Вот. И он принял меня в число. Сначала был уборщиком алтаря, алтарником, то есть, потом меня определили в Спасокопную церковь, был регентом, соломщиком, потом диаконом, так, постепенно, постепенно и пошел иерархия. Потом его, Владыку, перевели в Сибирь, вот, и он меня взял с собой, как бы, был у него, как бы, келеничал, был у него доверенным его лицом. Вот, увез меня в Сибирь. В Сибири был с ним, в Новосибирской епархии. Потом, когда Владыку Мефодия убили Омского, Тарского, Омская епархия была под руководством, значит, правящего архиерея Новосибирского, как вдовствующая кафедра. Вот, Владыка меня определил в Омскую туда, епархию, в Тобольск. Вот, и тогда назначили в Омскую, на Омскую кафедру Владыку Максима. Вот, был принят клир Омской епархии, в Тобольске служил у мощей святителя Иоанна Тобольского. Службы были ежедневные, вот, народу ехало очень много, потому что на всю Сибирь были только мощи. А следующие мощи были у Троицы Сергия Лавры, Сергия Преподобна, а потом, значит, вот, Киево-Печерская, был заповедник. Только музей, люди ходили, конечно, туда, вот, не разрешали же прикладываться, оставались тихонько где-то в конце экскурсии и прикладывались. Нельзя было, запрещено было. Вот, и, а следующие туда по Чаеву ездили, по Чаевску-Успенскую Лавру, там были мощи, и его по Чаевску. Вот, конечно, вся Сибирь ехала, пол там был такой металлический, под ним были колориферные печи, знаете, и пол был постоянно теплый. Если народу было много, приезжал на праздники ночью, вот, расстилали матрасы прямо на этом, и спали, говорит, спали как на перинах. Да, тепло было, уютно, и самое главное, что были в храме у мощей. Службы были, и ночные были службы, потому что был один сначала, потом дали священника мне, отца Бориса Хромцова, который, впоследствии, вот, был здесь в Есиманском скиту, под, около Загорской, потом в Варнице он был, вот. А схиму я принимал, вот, в то время, когда у меня пошли разногласия с владыкой Максимом, вот. И, конечно, находился в запрещении я, тогда был святейший патриарх Пимен, вот. Ну, конечно, архиерейским авторитетом были святейшим поданы такие документы, на которые, конечно, он, естественно, наложил вето. Все, и меня запретили. Вот, был, собственно говоря, такая телеграмма, было 24 часа было дано, значит, все. Я собрался и в Тюмень уехал. Ничего с собой не было. Один подрясник был на мне, значит, скуфейка и накидочка такая была, плащики все, больше ничего. Ну, было, значит, это сделано так, что как я, откуда я поеду, из своего дома я не поеду, я, конечно, останусь там. А это будет причина, значит, что меня за непослушание архиерею, за это, как бы, меня лишат всего. А он так добивался, епископ, чтобы лишить меня сана, лишить меня, ну, вообще, стереть, как он говорил, согну бараний рог и сотру с лица земли. Вот, такое было. Вот, тогда я познакомился, я знал за него давно еще, как бы, и молитвенно как-то мы так друг друга поздравляли всегда, знал. Вот такой был архимандрит Серафим Тяпочкин, Ракита, Белгородская область. И вот я к нему приехал со своими скорбями, и так вот, пожаловался, ему все сказал, он говорит, я все это перетерпел, я все это перенес на себе, я знаю, что это такое. Но должно быть послушание, послушание все равно послушание, правда откроется твоя, твоя правда будет выведена, как свет перед нами. Вот, и я просил его, батюшка дорогой, я говорю, вы меня утешьте как-нибудь, может быть, мне придется служить, не придется, вот так. И он снизошел до моей просьбы, конечно, уже, уже годы-то его последней жизни были, вот, и он меня постриг в схему. Это было тайно принято, тогда в то время же знаете, что такое было. Отец Серафим, он мне сказал так, говорит, чтобы не было нареканий, чтобы тихо, спокойно, ты как был в Ласе, ты в Ласе остаешься. Вот. Но в схеме ты в Ласе кесарийский, а в мантии ты в Ласе севастийский. Понимаете, святое один имя, да, но они два разных. Вот так. И такой же, это он мне, между прочим, сказал про отца Савву, схиегумена Савву, я знал, который был в Псково-Печерском монастыре, и он тоже, его главный святой был Савва Старожевский, а в схеме он был подстрижен через Савва Священную. Вот я принял схему, как-то меня это укрепило. Теперь что? Я теперь ослябе, теперь я пересвет. Теперь мне можно идти на битву с челубеями, с кем угодно. Вот, броня духовная есть. Монашеское делание — это горение на свечнике. Это горение на свечнике. О том, что сказано в Евангелии. На свечник ставят свечу, и она горит. Та, которая под спудом, она не горит. Она коптит. Светильники эти были. И они сейчас есть. Но они потаенные. Придет такое время, когда нужно будет, чтобы ярко вспыхнул, как болид. Знаете, когда он летит и в земную атмосферу начинает входить, этот камень настолько раскаляется, что он светится, как метеор. Так и это нужно будет, для того, чтобы люди увидали вот эту комету. Ведь в то страшное время, понимаете, вот эти кометы были метлой. Они говорили, огненная метла. Господь выметает метлой. Монашеское делание – это горение. Горение, да. Есть такое духовное стихотворение. Я люблю Тебя, Боже, люблю всей душой. Но в груди моей мало огня. И мой дух из немог от неравной борьбы. Одолела усталость меня. Нет, нет, силы нет. Боже мой, я молюсь, укрепи Ты меня. Вся надежда моя на Тебя. И когда Ты придешь осудить этот мир, Мир коварный, развратный и злой, Ты уведи меня, Боже, на брачный свой пир, Пир небесный, чертов золотой. А у нас еще, когда вот служил в Тобольске, Когда я служил здесь, будем говорить, На Рябушках, Боровске, вот тоже бывало. Крест дает, чтобы народу много, Пока они подходят вот так вот. И тоже псальмы пели. Так меня не понимали и говорили. Он говорит, он говорит, баптист. Зачем же, он говорит, пришел в православный храм И говорит, поет такие псальмы. Он говорит, баптист. А я не обращал внимания. Ну, говорят, много кто чего что говорит. Самое главное, что люди, понимаете, Как бы воодушевляются. Идут, как ручеек течет, А хор поет, и я им подпеваю все. Ты моя Матерь, Царица Небесная, Ты мой покров, Ты надежда. Если на сердце мне волесно, Болесно, с надеждой Тебя призываю, Всегда. Ты моя Матерь, Царица Небесная, Ты мой покров, Ты надежда моя. И вот поют, идут, поют. Своиматерный лик от меня не отврати. И вроде бы иконы становятся живые. Понимаете, они как-то... Такой дух становится, Как вот объединяющий дух. И все как одна семья. Святитель Богу нашему, Правый сад делайте, Бедный развивающий, Действия Тебя Бога Бога. Святитель, охочи, Теопарни, 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 Там одинокая В ней Серафим обитал Знал о пустыне широкой Подвиг, как он совершал Там при дорожке под соснами Камень тяжелый лежал Старец с ночами бессонными Там на коленях стоял Лето и зиму холодный Он, не смакая очей Выстоял волей свободной Тысячу дней и ночей Весь безучастный ко внешним Сердце молитву слагал Боже, будь милостью грешному Старец так часто вызывал Чудное это моление Прятал от всех Темный лес Из-за труды и смирения Бог старцу дал дар чудес Годы прошли, но мы дивно Старчика Божия чтим Помощь дает нам небесную Батюшка наш Серафим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простите за каракули Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok